Следующий проект Риплет. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Меня зовут Михайловский Валерий, я представляю проект Риплет. Это новый способ любить музыку. Для технорей это платформа по выпуску музыкальных альбомов в виде отдельных приложений. Музыкальная индустрия сильно изменилась. Основной кирпич музыкальной индустрии, музыкальный альбом, который раньше жил на CD, пострадал очень сильно. CD практически умер. Индустрия предлагает музыкантам решение стриминга и продажа папки с файлами на iTunes и так далее. Тем самым, альбом превратился просто в звук глуха. Поставщиков звука через три года станет огромное количество, стриминг будет из каждой розетки. При этом, что получается? Поскольку все схлопнулось до звука, артист становится таким очень плоским, превращается в строчку в плеере. А за ним целая громадная история стоит. Он хочет эту историю рассказывать. И по-прежнему хочет издавать полноценные музыкальные альбомы. Ярая, горячая публика артиста, именно та, которая покупала музыкальные альбомы и мерч от артиста, по-прежнему хочет больше от него эмоций. Она хочет им владеть. Ей недостаточно просто звука глуха. И эти 30-40% фанатов артиста генерят ему 70% выручки. Это самая важная публика. А индустрия предлагает всем одно и то же решение – стриминг или звук глуха или папку с файлами. Собственно, что мы сделали? Мы в беспрежном океане возможностей создали автоматическую платформу по выпуску музыкальных альбомов в виде отдельных приложений. Каждый альбом – это отдельное приложение. Это очень важная идеологическая штука. В которой сочетаются три элемента, равные. Музыка, иллюстрации к каждому треку и тексты к каждому треку. Тексты не обязательно только тексты и писем, но и авторский рассказ, комментарии, истории. Размер рынка. 60 миллиардов – это точно. Есть оценки на 100 миллиардов – это весь музыкальный рынок. Поскольку мы еще там прием в мерч, поэтому мы эту оценку приводим. Не только рекорд-индустрия. И наша цель – к 2017 году 1% от этого рынка мы хотим занять. Наша монетизация. Выпуск альбома стоит 350 евро. Столько же в Москве стоит напечатать коробку с дешевыми 500 CD. В случае, если артист решает продавать альбом, мы берем комиссию 20% от того, что получаем от Абстора. Наше продвижение абсолютно уникальное. Мы эксплуатируем Абсторы как транспорт, а продвижение строится через канал артиста, которые уже вынуждены сложить свои связи с аудиторией и удерживать ее. И через агрегаторов музыки, с которыми у нас уже есть договоренности, это большие международные компании, агрегирующие сотни тысяч артистов независимых. Половина рынка больше – это независимые артисты. Независимые артисты – это не те, которые в переходе, это те, у которых нет контракта с мейджорами. У нас отборная команда с компетенциями в музыкальной и технологических индустриях. Наши достижения – мы финалисты нескольких международных конкурсов. Один я скажу, что мы выиграли Россию в третьем бизнес-кап, и в ноябре представляем Россию с проектом «Триппед» в Дании на международном канале. У нас есть публикация на техкраиншках и так далее в Европе. Партнеры – международные компании большие с музыкальной индустрией и технологической, нижние – это ассоциация независимых музыкантов. Ну и короткое резюме. В общем, мы удивительным образом на такой эмоциональной сфере, как музыка, и на такой модной теме, как приложение, обнаружили незанятую практически нишу, которая точно ценится в понятном потребности музыкантов, точно имеет понятную аудиторию, которая хочет продукт сложный и эмоциональный, и видим, как предложить индустрии очередной переезд с носителя на носителя, который сопровождал все индустриальные изменения. В общем, желающие потрясти музыкальную индустрию, давайте к нам. Спасибо большое, Валерий, большое спасибо за просмотр! И, конечно, у нас еще еще вопрос в заде. Вот сейчас нам дадут микрофон. А если ты только покороче вопрос? Я очень рад. Ну, это, во-первых, очень круто, отличная идея. А мейджеры, почему они не пытаются, ну хотя бы не попробовали до сих пор это сделать? Отличный вопрос, спасибо. Мейджеры. Всю цифровую индустрию мейджеры занимались одним и другим. Первое. Они сопротивлялись изменениям. Выкручивали руки IT. IT все-таки продавило. И дальше вся цифровая индустрия музыки занималась следующим. Она мыслила индустриальными масштабами. Есть 20 миллионов треков. И все эксперименты с музыкой – это способы обустроить интерфейсы к этим 20 миллионам треков. И способы брать деньги за этот доступ. Мы вообще с другой стороны заходим. Потому что мы не для индустрии, а для артиста. Артист в этих индустриальных подходах теряется. Он превращается с цельем для больших бизнесов. Мы же удовлетворяем потребность артиста донести себя в ярком эмоциональном виде, вот как он хочет. Так, чтобы по дороге он не развалился на части элементов, как сейчас происходит, а сохранил всю целостность, всю сюжетность именно для той публики, которую он любит и хочет. И мейджоры не способны это делать, возиться с каждым отдельным релизом очень тщательно. А мы эту работу перекладываем на артиста, давая ему просто инструменты, чтобы он смог это сделать. Спасибо. Еще раз, идея реально платная. На фото быть тяжело. Вы скажете, идею понятно, что будут копировать. Как вы защищаете себя? Не передали или лучше не догнали вообще? Ну, я на эту тему потратил лет 7-8 уже, несмотря на то, что как проект мы полтора года существуем. Значит, мы подаем там патентные заявки на то, что можем, но главная наша скорость – это следующее. Это большое количество релизов, которые мы способны делать очень быстро и этим занимаемся. Вторая линия защиты – это сам бренд – триплин. Мы хотим, чтобы это стало именем собственным, и конкурент будет вынужден делать шмиблин. Он не сможет делать триплин. Придется его объяснять, что шмиблин – это то же самое, что триплин. Кроме того, технологически, если завтра любая большая компания решит повторить наш путь, это минимум год разработки и там полмиллиона-миллион долларов, которые надо положить. А у нас еще нету серьезного трекшена. Хотя, благодаря трекшену, фри и акселерации, спасибо отдельно Наташу Мушкаревой. У нас уже есть выручка. Вчера пришел контракт на 420 тысяч рублей на выпуск 24-х. Спасибо. Спасибо большое. А вы никого из известных музыкантов, артистов, не планировали привлечь для помощи в продвижении вашего проекта в маркетинге? Ну, в России нету музыкантов-инвесторов, а мы нацелены на западный рынок. У нас воронке коммуникаций сейчас порядка 800 контактов. Мы пишем письма про это «Бори», «Инфак», «Корн» и так далее. И на самом цели, ну, наша цель там была «Цей перед Моромой» и так далее. Может быть, что-то будет. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. А на сцену приглашается компания «Геосеви». Уже идёт конкурска. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Антон Кубен. Я генерал...